Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Христос воскрес! Воистину воскрес! Мы записываем серию бесед Жития святых во свете Библии, чтобы люди смотрели на все открытым оком. Вопрос 2134. Сегодня в борьбе с серитиками православные ищут помощи у мирских властей, потому что нет духовной работы с сектантами. А как это было в древности? Ответ. У православных так всегда было. Без помощи от мирских властей полная немощь. И конкретно, вот я говорю, так оно и есть. Это мои ответы, которые мне задавали в университетах и везде. Я называю здесь Алтайский край. Большое он городского типа уже село Павловск. Примерно 20 тысяч населения. Ребриха село, ну там поменьше, может 6-7 тысяч. Ну там совсем меньше, но он главный считается у них. Это Коробейниково. Вот мы туда едем в воскресенье на Благовестие на несколько машинах. Вот приехали батюшка наш, отец Аким, говорит, вы сначала к священнику зайдите здесь. Ну благословите сегодня. Ну и приехали, зашли, побеседовали. Он сначала настороженный был в Ребрихе, а потом по-хорошему. Ну и сказали, мы через полторы недели, мы среди недели приехали. В воскресенье приезжаем. Сегодня мы уже договорились с директором клуба, куда народ соберется. В 3 часа дня это будет или на стадионе, смотря сколько людей будет. Вот. И мы везде афиши уже развесили. Хорошо, все по-хорошему. Остается полдня и вдруг звонок. Это же самый священник, отец Олег, и говорит, не приезжайте. Как не приезжайте-то? Народ весь знает, соберутся, с администрацией договорились. А я звонил нашему благощинному, отец Александр, он в Павловске. Он сказал, не надо. Я говорю, а он какое отношение имеет-то благощинный ваш? Никакого. Ну так, мы приехали. А они на этом не останавливаются. Они бешеные сергианцы. Они тут же сразу милицию вызывают. Приехал экипаж милиции. Ну а тут получилось так, что нас привез один там большой фермер. Попутно сказать, у него 6 с половиной тысяч гектар. Женя Долгов-то. А который там корреспондент местной газеты, Ребрихинская-то, он Мороз, или Морозов его фамилия-то, он тут же стоит. Ну а это экипаж, который позвонил, милицию вызвали. Это свидетели Иеговы приехали сюда. Это священник. С ним же беседовали. Он нас благословлял. И знает, что мой родной брат Портояря. Им это не значит ничего. Это сергианцы. От Сергия Строгородского. Подлые-подлые попы. И он натравил их. Но экипаж милицейский оказался на высоте. Они подъехали, а к ним сразу подошел тамошний корреспондент. Тамошний говорит. А мы связались с Барнаулом. И там ответили. Они зарегистрированы. Это православная крестовозвиженская община. Попы сел. А этот корреспондент теперь напишет статью в районную газету и говорит. Кто же ставил священником, секретарем по идеологии, как у КПСС. Вот это они напоролись. Это же самое в Коробейниках. Вот там тогда окружил священник. Ну, ничего. Мы обошли. Село тысяча человек, допустим. А в церкви сколько приходит воскресенье? Ну, примерно шесть человек. А сколько обслуги священники? Семь человек. То есть больше. Мы на все село нашли, кажется, два Евангелия. Мы в каждый дом заходим. Мы подарили там, подарили 450 новых заветов с Псалтырью. И всем до единого указываем дорогу к местному храму. Попу, это ничего не надо. Этот роман стоит. Это все у нас там и там на видео записано. Это в интернете нашем стоит. Зарядите ипост на канал Игнатий Лапкин в Ютубе. Ему бы только сказать, ну, ошибся я. Никаких. Тут народ снаружи там за оградой, напротив храма. Мы там назначили, удобно. Село-то небольшое-то. Уже майор милиции мельтешит, здесь ходит. А вот еще майор-то ничего нету. Игнатий Тихонович, уезжайте отсюда. Уезжайте. Я говорю, это было, когда Господь исцелил бесноватого, которые свиньи бросились, потонули. Они говорили, уходи, уходи от нас. Когда надо, отец Роман, мы уйдем. Это же самое было в Павловске. Он вызвал милицию, целый экипаж. Они там гонялись, мы все документы представили. А милиционер тогда забегает вперед. А что дальше делать? За что-то брать. Это не просто так. Мы, бывает, на 6-8 машинах, когда 46 человек приезжаем. Мы прочесываем вдоль и поперек село. Каждый дом заходим, Евангелие дарим. И самое главное, что всех до одного посылаем в храм Московской Патриархии. Это еще будет в веках этот позор Московской Патриархии. Я 50 лет всех до одного направляю в храмы Московской Патриархии. И обращенные сектанты все до одного делаются священниками в храмах Московской Патриархии. Да лучшие священники-то. Это сатана. И они ничего не могут сделать. Я это все вместе собрал на диске, снял ролики. И епископу местному подал. Местный епископ, тут был Максим Дмитриев. Он сейчас в Ельце. Там отправили его в центр России. Спрашивается, они могут быть другими без власти? Никак. Я ему враг? Никак. А почему сатана? Попы одержимы духом ревности, духом злобы, противления, лжи. Все пороки, все в них. Я преподаю в университете. Веду занятия 17 лет. Прекрасные отношения. Приходят сотрудники ФСБ на занятия, краевой администрации. Ну кого только нету. Попам это нож. И вот они присылают своего секретаря, Гончаров Сергея Михайлович, секретарь епархии. Алтайской, благочинение. Бумагой, чтобы мне отказали в помещении. Но ректор и проректор, ректор Евстигнеев Владимир Васильевич, и проректор, все за нас. Они пришли, один пришел проректор и говорит, ну а почему они так делают? Если помещение надо, мы дадим у нас. Это самый большой университет, где-то 21 тысяча студентов. Им надо вышибить меня оттуда. Подлые, подлые. Даже с мирскими, я вот сидел с преступниками, и более преступных даже в пяти тюрьмах был. Таких подлых не видал, как попы сегодняшние. Ни совести, ни понятия жизни, ничего нету. Вышибить оттуда, когда приходят люди на занятия. Ну ты можешь ввести занятия. У нас там иконы стоят. Занятия ведем по влаженному кефилакту. Неважно. Ему надо, чтобы меня не было. Притом это ни один, ни два, я 50 лет это вижу. И в ответ мы им ничего не говорим. В ответ, а что ему говорить-то? Я вижу, он служитель дьявола. Я написал письмо патриарху Кириллу. Какие окружают вас антихристы? И вы, патриарх, за это отвечать будете. Это вы их прикормили. Самое негодное все тянется туда. Это бывшие порторги, коммунисты, экологи. Все в попы потянулись. Наполнили мерзостью этот дом. Хуже, чем у язычников. И вот это говорит, у православных так всегда было. Без помощи от мирских властей полная немощь. Я свидетельствую это перед Богом. У меня на все сняты ролики, доказательства. И этого романа наказали они? Давайте как-то мириться, забудем, перелистнем страницу. Пожалуйста. Но сначала это надо разгрести. Ну я перелистнул страницу. Но он-то остался волк. Такой же самый. Ни под каким видом не вызывают. И вдруг его вызывает патриарх. Ну а теперь патриарх разберется с этим романом. И что? Патриарх его ставит епископом теперь. Теперь этот уже совершенно неприкасаемый. А он волчара, дикой волк, лютый волк. Деяние 20 глава, 21 стих. Это я говорю вам, Лапкин Игнатий Тихонович, 39 года рождения, 10 июня. Я свидетельствую, что Слово Божие их обвиняет на каждом шагу. Где бы мы ни были, они за нами гоняются и гоняются, как за зайцем. Обложили, обложили, как Высоцкий говорит. Но они ничего не могут со мной сделать. Почему? Во-первых, я не имею никакого сана. У меня ничего нету. Отнимать нет. Они могут только убийц наслать, яд подложить где-то. Но я ни у кого ничего не беру. Это тоже затруднительно. И мы едем в дальние страны. И они туда везде сообщают. Я дарю в библиотеке книги. У меня 38 книг вышло. Они в библиотеки лезут. Под видом хитрости изымают. А в библиотеке не дают. Они расписались хранить. Да нам это для семинарии надо. То есть такие пакости творят, как будто дебоны какие. Это сегодня, я говорю, пасхальные дни. Это великая печаль России. Все беды идут сегодня от священнослужителей. Они этот народ замордовали. Секты буквально миллионами их тащат к себе. Они ничего не видят, попы эти. Они глупые-глупые. Да объединить-то силы как легко было. Давайте вместе. Мы предложили план, как идти на благовестие, как молиться, как где ночевать. Что мы в деревню заезжаем с разных сторон. Стягиваем к центру. Говорим по 15 минут. И всех зовем в храмы Московского Патриархата. В храмы Московского Патриархата. Я зову 50 лет. Да если бы не они, да я желал отделиться, я бы минимум 440 общин образовал. Отовсюду люди приезжают. Пройдите еще. Да давайте как-то. Да образовать что-то. Я не могу ничего сделать. Я посылаю людей к попам. А они их убивают и травят против меня. Это вообще весь невидимый. Да зачем вы-то идете? Да вы-то хуже всякого дурака. Они вас убивают, а вы к ним людей посылаете. Я не могу по-другому. Иоанна Златоуста арестовали. Он пишет письмо и говорит, только не покидайте церковь. Хороший, плохой епископ, от церкви не отделяйтесь. Это принцип православия. Не надо отделяться. Здесь надо работать. Бандиты, пираты захватили корабль. Не все, конечно, отвечают. Не все. Есть те, которые даже крестят правильно. Но все подозревают, что-то вопросы там. Их интересует мощь. Мое отношение. Мое отношение простое. Мощь собрать все. И взять, и похоронить. Счастью с епискому, с патриархом, в достойном месте святом. 2 Коринфян 6.15. Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным? Иоанн Златоуст. 13 ноября. Во время патриаршества святого Иоанна Златоустова в Константинополе оставалось еще много последователей орианской ереси, которые невозбранно исповедовали свою веру и совершали свои богослужения. Блаженный помышлял о том, каким бы способом очистить город от сей ереси. И улучивший удобный случай, сказал царю. Царь благочестивый, если бы кто вложил в твою корону наряду с находящимися в ней драгоценными камнями простой камень, темный и нечистый, то не обесчестил ли он бы всей короны? Царь ответил. Да. Так. Иоанн продолжал. Так обесчестен и сей город, который, будучи православным, имеет еще в числе своих жителей неверных ориан. И подобно тому, как прогневался бы ты, царь, за бесчестие своей короны, так всемогущный Бог гневается за сей город, оскверненный орианской ересью. Итак, тебе следует или привести еретиков к единству веры, или же изгнать их из города. Выслушав слова Иоанна, царь приказал немедленно привести к себе всех вождей орианских и повелел им в присутствии патриарха высказать свое исповедание веры. Они же стали говорить слова, исполняя нечестие и хурина, Господа нашего Иисуса Христа. Тогда царь приказал изгнать их из города. По прошествии некоторого времени ориане, имея помощников и ходатай, в числа служащих в царском дворце людей сановитых, снова стали в воскресные дни входить в город, подходя к своему соборному дому с еретическими песнопениями, которыми они хулили пресвятую Троицу. Узнав о всем, святейший патриарх Иоанн, боясь, чтобы кто-нибудь из простого народа не стал участвовать в тех общественных орианских молениях, повелел своему клиру ходить по городу в священных облачениях с песнопениями во славу Пресвятой Троицы, составленными против орианских хульных песней. Для этих ходов были устроены серебряные кресты на древках, которые торжественно носились по городу вместе со святыми иконами в принесении зажженных свечей. Так возникли впервые крестные ходы. Торжественные крестные ходы православных отвлекали народ от орианских общественных молений, устраиваемых ими на площадях. Разгневанные эти моряне во время одного из таких ходов напали на православных и устроили побоище. В этом побоище несколько человек, стоя с другой стороны, пало мертвыми. А царскому евнуху Врисону, находившемуся среди православных, пробили камнем голову. Узнав об этом, царь весьма разгневался на ориан и запретил им совершать свои общественные моления и входить в город. Таким образом, еретическое злохуление окончательно было изгнано из царствующего града. Ферапонт, 27 мая. Услышав о святых подвижников, князь пришел в великую радость от того, что в его владениях явились такие преподобные. Прославил Бога и дал из своей казны богатые дары на построение монастырей. Князь весьма чтил этот монастырь более, чем другие, находившиеся в близ монастырей. Настоятелю его он выхлопотал сан Архимандрита, преподобного Ферапонта, поставил первым настоятелем и заботливо покоил его старость. Никифор, патриарх, 2 июня. Собрав к себе в Царьград всех епископов и пресвитров за разные вины по правилам отлученных от служения у божественного алтаря, он дал им места в царских палатах и питал их, как откармливаемых зверей. Он снизкивал через это расположение тех имя, которых чрево. Вопрос 2135. Человеку свойственен грех человеку угодия, взирание на лица. Редко кто решается идти против общепринятого, хотя и неверного уклада церковной жизни. А как поступали святые, видя противоречия истине? Им-то легче было постоять за правду. У них ни семьи, ни должности не было. Ответ. На расстоянии видится это более четко. И не в пользу святых, или так называемых, может быть, цветых. Многое они делали в угоду правителям. Тем более патриарху и синоду. Может быть, уродовали свою душу этим, и потому думали, что они делают все добровольно. Что они именно так и понимают, как делают. А в действительности они сжимали в узелок неповторимую свою личность, и не смогли подняться, дотянуться до ступени, на которой распростерся непокоривый пророк Михей, сын Емвлая. 2 Паралипоменон 18.13 «И сказал Михей, жив Господь, что скажет мне Бог мой, то изреку я». Они так и не смогли получить сертификат с пророками Иеремии. Иеремия 1.10 «Смотри, я поставил тебя в сей день над народами и царствами, чтобы искоренять и разорять, губить и разрушать, созидать и насаждать». Обличать всех, кто не прав, будь то ахав или пронырливая до церковных дел и до государственных назначений и завель. До этой кафедры не дотянулись ни Серафим Саровский, ни Иоанн Хромстадский. В России был таким только митрополит Филипп и отец Григорий Петров. И, может быть, Манахавель еще. Но из того насильно вытягивали признание. Чего уж проще было Серафиму ответить о троеперстве, что эта новизна Никонова вредна и пагубна для страны. А он так был научен, будучи еще прошкой и мошниным. А потом и не исследовал, что двоеперстие есть то, что освящено семью столетиями соном святых двуперстников. Но Серафимушка гнул уже подвылась тогдашнюю. И ни словом нигде их не обличал. А уж видно было, что крушение не за верами. Вот он и заложил фундамент сергианства, угодничества властям. Хотя было и молчанием. Хотя бы и молчанием. Что же он молчал-то? Да зашифровывал на столетия вперед. Готовить телесам своим почет сверхбожественный. Ему это нужно было сегодня или тогда. И приписывают ему, или действительно он говорил о своем воскресении, до пришествия Христова, о канавке, непереходимой антихристомии, о прочих мелочах. Ненужных. Ненужных. Иезы Киев 14.9. А если пророк допустит обольстить себя и скажет слово так, как бы я, Господь, научил этого пророка, то я простру на него руку мою и истреблю его из народа моего. Малахи 3.7. С одни отцов ваших вы отступили от уставов моих и не соблюдаете их. Обратитесь ко мне, и я обращусь к вам, говорит Господь Савалов. Серафим Саровский, 2 января. Благодатный старец спросил больную, верует ли она ныне в Матерь нашу, Святую Православную Церковь, и на утвердительный ответ приказал больной перекреститься троепестным сложением. Вопрос 2136. Вы говорите, что патриарх ради спасения своей души должен принести покаяние за сергианство и за участие в экуменизме, и потом уйти в затвор. Есть ли примеры таким мужественным поступкам? Ответ. В житиях есть этому подходящие примеры, и очень привлекательные для честных людей. 2 аппарат Альпоминон, 26-19. И разгневался Ози, а в руке у него кадильница для хождения. И когда разгневался он на священников, проказа явилась на челе его перед лесом священников, в доме Господнем у алтаря кадильного. И взглянул на него Азарий, первый священник, и все священники, и вот у него проказы до челя его. И понуждали его выйти оттуда, да и сам он спешил удалиться, так как поразил его Господь. И был царь Ози прокаженным до дня смерти своей, и жил в отдельном доме, и отлучен был от дома Господня. Павел, 30 августа. По сей причине Павел был весьма опечален, видя, что на успех надеяться трудно. Он решил оставить престол патриаршества своего, на коем он пробыл не более четырех лет. Заболев, он тайно ушел из дома патриаршеского в монастырь Святого Флора, где принял на себя святую схему. Скоро всюду узнали о сен, и все были в великом удивлении. Царица Ирина весьма опечалилась по всему случаю, узнав, что патриарх поступил так, никому ничего не сказав. Ирина пришла к нему с сыном, царем Константином, и спросил ее, «Отче, что ты сделал, по какой причине ты поступил так?» Павел же отвечал на это. «Сей святой образ схемоначический пробудил, побудило принять меня болезнь и ожидание близкой смерти. Но более всего побудили меня оставить престол патриаршеский, церковные смуты и раздоры. Ибо церковь страдает, будучи возмущаемой ересью иконоборческою. По причине долгого нечестивого мудрования еретиков церковь получила сильную рану. И я, окаянный, трижды уже одобрял ту ересь рукой моею и моею подписью. Я не только не избежал сетей зловерия, но я погряз в них и языком, и рукою моею, о чем ныне весьма скорблю. Но всего более изъявляет и отягощает мою душу то, что я вижу, как все страны, подчиненные вашей власти, храня твердо православное исповедание веры, прибывая в православном учении и веселясь, чуждаются церкви нашей. И гонят нас, как чуждых овец от себя, как стадо Христово. По сей причине я не желаю быть пастырем еретическому собранию. И предпочитаю лучше быть во гробе, нежели подлежать анафеме от святой четверицы престолов апостольских. Но так как Бог дал в руки вашу власть скипетра, дабы вы имели царское попечение о христианском стаде, рассеянном по поднебесной, то обратите свое внимание на скорбь матери вашей церкви. И не допустите ей пребывать более в неутешной печали, но всячески позаботьтесь о том, чтобы она опять приняла прежнее свое благолепие. Не дозволяйте более мерзкой ереси, подобно некой свинье, вышедшей с поля, опустошать и разорять виноград Христов в ваше благоверное царствование. Не дозволяйте ереси осквернять виноград Христов нечестивым мудрованием. Вы имеете искусного делателя, который может возделать грозд истинного исповедания. Выработав его в божественном точиле, единой церкви, сей делатель наполнит чашу премудрости и приготовит для народа благочестиво питье православного мудрования. Вельможи сказали ему, для чего же ты при поставлении в патриархии дал письменное одобрение иконоборчеству? Отвечал Павел, так как я дал тогда подпись, то теперь я каюсь всем и боюсь наказания от Бога за то, что молчал тогда страха ради и не говорил вам истины. Ныне же я каюсь и говорю, что вы не можете надеяться на спасение, если пребудете в том еретическом мудровании. Спустя несколько дней после всего патриарх почил с миром. С того времени граждане в Константинополе начали свободно и безбоязненно беседовать и припираться с еретиками о святых иконах. Ливерий Папа. 27 августа. Но потом Ливерий принес глубокое раскаяние в своем поступке, выразившееся в подписании определения Третьего Смирийского полуарьянского собора. По примеру святого апостола Петра, который искренним раскаянием загладил свое отречение от Господа. Вопрос 2137. Много говорят, и при том по-разному, что политика и вера несовместимы. Так ли это? Ответ. Святые в житиях, как и в Библии, активно вмешивались в события, будь то на родине или за рубежом. Мы не можем быть безразличными, когда дело касается спасения людей. 1 Тимофея 2.1.2. Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте. Политика и вера нераздельны были всегда. Если же когда разделялись, то только по трусости верующих другой причины никогда не было. Ирина Хростовский, 13 января. А я иду в Москву к царю просить себе земли. Там у меня в Москве столько будет видимых и невидимых бесов, что едва можно будет поставить хмелевые тычки. Но всех их изгонит свою силу святая троица. Так говорю блаженный Иоанн о предстоявшей кончине своей и о нашествии на Москву, Литвы. Вопрос. 2138. Верите ли вы в искреннее обращение правителей, когда вчера еще они знать не желали Бога, а сегодня стоят со свечками? Ответ. Чудо может быть, и тому есть примеры. Но как они обращаются? Вот президент. У него разные народы, разные веры у народов. Но он им отец, защита, гарант. И если он за одних, то другим как быть? И потому он такими обтекаемыми фразами все изрекает, что его все за своего признают. А на самом деле он в делах веры несчастный человек. Ему, если поистине уверовать, нужно сразу же сложить в себя все полномочия и уйти на проповедь миру. Не в монастырь, ибо это духовная смерть. Деяние 16.9. И было ночью видения Павлу, предстал некий муж, македонянин, прося его и говоря, приди в Македонию и помоги нам. Константин Император, 21 мая. И вот как он, представляя себя покорным орудием в руках Всевышнего, со смирением воздает славу одному Богу за свои успехи. Не будет, конечно, никакой гордости, говорит он в одном из указов, хвалиться тому, кто сознает, что благодеяние получил он от существа Всевышнего. Я твердо веровал, прибавляет он, что всю душу свою, все, чем дышу, все, что только существует в глубине моего ума, все я обязан принести великому Богу. Не прямо о Христе говорит, а точно так же, как и сегодняшние президенты, о некой силе, существе над мирным. Есть ничто. Вопрос 2139. О католиках мы знаем, что они поклонялись Папам и не знали Слова Божия и устроили святую инквизицию, унесшую 12 миллионов жизней человек. Миновала ли участь эта русскую православную церковь? Ответ. Христос предупредил, что кто не будет ему веровать и будет жить в Духе Святом, участь их будет с дьяволом, который имеет в себе все отрицательные качества, какие накопило человечество от него за семь с половиной тысяч лет. Но самые характерные признаки дьявола это ложь и убийство. В это же он втягивает абсолютно всех своих последователей. Кто и где бы не отступали от Библии, они тут же скатываются в ноги сатаны, рисуемого с раздвоенными копытами козла, хотя у него и своя жвачка. Иоанн 16.2. Изгонят вас из синагог. Даже наступает время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем служит Богу. Филиппийцам 3.18. Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова. 1 Тимофею 5.15. Ибо некоторые уже совратились в свет сатаны. 1 Корея 15.34. Отрезвитесь, как должно, и не грешите. Ибо, к стыду вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога. Ростислав, 14 марта. Вся русская епархия оказалась... Иерархия. Иерархия оказалась под запретом. Климент запретил одну группировку, а Константин другую. Кирилл Туровский, 28 апреля. Одобрил князь епископ Феодора Белого Клобучка. И в 1169 году, которого казнили, отрезав уши, нос, лишили глаз и тому подобное. Это православное. 2 марта, Арсений Суздальский. Подобные же дела. Аминь.